В современных рыночных условиях предприятиям необходимо постоянно совершенствоваться, выдерживать конкуренцию с западными производителями, компаниям помогают инновационные технологии и новейшие системы управления. Мы уже рассказывали, как на заводах Чувашии внедряются стандарты ИСО. Еще один шаг к успеху – программа «20 ключей». Она помогает предприятиям модернизировать производственный процесс по мировым стандартам. А это залог выпуска качественной продукции. Как эта система приживается в Чувашии, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире программа «Качество». Около 40 лет назад модель 20 ключей завоевала большую популярность во всем мире. Но особенно активно данная система развивается в Новой Зеландии, Германии, Хорватии и Японии. Именно в стране восходящего солнца была разработана эта программа. Ее автор Ивао Кабояси взял за основу опыт ведущих предприятий. Если следовать ему, добиться такого же успеха и выйти на передовые позиции возможно. Но необходимо делать все поэтапно. Две дюжины шагов по зарубежной системе. На финише этой дистанции заветная цель – повышение качества производства. Как и в мультфильме о приключениях Буратино, открывшему дверь к музыкальному театру, японская философия гласит – не терять времени и двигаться только вперед. Говорящий сверчок! Прости меня за прошлое. Прошлое искупается настоящим. Не теряй времени и заводи часы. Программа Ивао Кабояси уже помогла выйти из кризиса многим предприятиям. Один из ярких примеров – американская компания по выпуску деталей из магнитных металлов. До середины 80-х годов она занимала ведущие позиции в своей сфере. Но в условиях серьезной конкуренции с японскими производителями объемы продаж начали падать. Клиенты требовали качественной продукции, причем по минимальной цене. Проанализировав свою работу, американцы сделали вывод, что технологии завода устарели и весь процесс требует глобальной перестройки. Реорганизацию было решено проводить по инновационной системе. В те годы модель 20 ключей только начала приживаться в Америке. Но менеджеры компании решили провести эксперимент и использовать ее в работе. Результаты не заставили себя долго ждать. Предприятие вернуло себе былую славу. Качество продукции улучшилось в разы. Причем затраты на производство деталей заметно снизились. Но это уже история. А что же сейчас? Предприятия Чуваши, хотя и с большим опозданием, тоже начинают осваивать передовую систему. На заводах, где модель 20 ключей уже поставили на поток, изменилось многое. Но достичь высоких результатов невозможно даже за один год. Разработчики программы советуют начинать с малого и навести чистоту на рабочих местах. Первый ключ к успеху. Помещение на заводе Сеспель часто убирается, а инструмент расположен в строгом порядке. Вот он, идеальный пример, как на производстве реализуют систему 20 ключей. Все инструменты для удобства рабочих хранят вот на таком стенде. Над каждым вывучена табличка с его названием. Металлические шпонки в красном отсеке, болты в желтом, гайки в зеленом. Вот такой нехитрый способ для хранения инструментов и деталей на этом заводе уже давно взят за правило. Но к такой культуре работников необходимо еще приучить. Реализовать японскую систему менеджмента на этом заводе изначально решили с улучшением корпоративной этики. В заводских цехах даже создали зоны для отдыха. Здесь работают кофейные аппараты и кулеры с холодной водой. Вообще, если верить философии Иваука Баяси, именно благодаря обычным рабочим предприятие выходит на лидирующие рубежи. И прежде всего необходимо задумываться об их комфорте. Как и все предприятия, это сначала 5С, это наведение порядка, это осмотр помещения, осмотр цехов, осмотр производственной площади вокруг себя, рабочие места вокруг себя, создание приоритетных направлений, начал, ну, как вы видели из посещения предприятия. Это рабочие стенды, рабочие места, это комплектовочные сетки, комплектовочные ведомости. На протяжении внедрения первичных первых, вторых, третьих уровней 20 ключей, оно нам помогло сразу упорядочить работу цехов, упорядочить работу между цехами, между подразделениями, между конкретными рабочими участками. Как раз все изменения происходили при моем участии. Года два тому назад здесь было маленькое здание, и довольно-таки низенькое, свету не хватало обычно. Ну, сейчас вот современное здание стало, теперь и светлое, уютно, тепло, температурный режим в зимнее время даже позволяет работать, допустим, рабочим, работать в спецодежде обыкновенной. Освещения нам достаточно, хватает. Как рабочие на эти изменения реагируют? Ну, рабочие реагируют положительно, будем говорить, они довольные. Здесь даже у нас созданы условия для нормального отдыха. Рабочий подходит к аппарату, к копьемашине, например, он получает там с помощью своего пропуска все напитки, какие он пожелает. Еще один ключ к успеху – работающие как часы-станки. Для них необходимо устраивать постоянную профилактику, менять и смазывать детали. Причем делать это должны сами сотрудники. Именно те, кто каждый день эксплуатирует технику, лучше всех знают ее изъяны. Рабочие этого завода готовы устранить самые сложные поломки даже лазерных комплексов. Все они прошли дополнительную подготовку у зарубежных специалистов. Теперь станки перестали вывозить завода на плановый ремонт. Его проводят своими силами. Техника не простаивает впустую, и это влияет на производительность. Чистим рейки. Там координаты рейки имеются. Очищаем от пыли. Загрязняется. Очищаем пыли. Вот причина в основном такая бывает. Клинит по координатам рейкам. И что еще? В основных проблем даже нету таких. Другая деталь, чтобы не залезала под резку. Следим, убираем. Необходимо задуматься и об экономии ресурсов. Здесь не может быть мелочей. Электричество, вода, на заводе все должно быть использовано по делу. Внедрение современных энергосберегающих технологий тоже идет на пользу предприятию. Есть экономия и по другим позициям. Произошло значительное снижение незавершенного производства. Убрались лишние детали. То есть была оценена, произведена оценка задела складского. Была произведена интернизация. Убраны лишние детали. Исключены лишние переделки, переделы, заделы. То есть вот в таком ключе. Получение деталей от изготовления на оборудовании до сборки, до сборки, сварки и конечной финишной операции сократилось в два раза. Один из самых важных советов в модели 20 ключей автоматизация рабочего процесса. Бумажная волокита должна уйти в прошлое. Инновационные технологии должны применяться даже на складе завода. На складах многих предприятий работают по старинке. Учет приобретенных деталей ведется вручную и расписывается в обычном журнале. Но этот процесс совершенствует система штриходирования. Найти нужную деталь на этом складе не составляет труда. Все очень просто. Необходимо поднести к штрих-коду специальный терминал. Инструменты и запчасти, которые попадают на эти полки, сканируют и заносят в электронную базу. Поэтому терминал сбор данных мы можем в любое время определить, где размещен товар, в каком количестве, кто разместил, когда разместил. Также мы можем посмотреть через информацию штрих-код товара. Допустим, от сканирования штрих-код товара. Смотрим также, в какой ячейке лежит, сколько штук в данной ячейке лежит. Кто размещал. Как бы вся эта информация передается на сбор данных. Раньше, да, как бы все было вручную. Как бы человек должен был все это в памяти хранить или где-то на блокноте, где-то у себя. А сейчас как бы все автоматизировано, как бы все на компьютере. Можно в любое время вывести отчет. Через терминал, через программу можно как бы список сделать. Еще один секрет японской системы. На производстве должен быть задействован процесс каждый метр. К примеру, даже проход между цехами возможно использовать по назначению. И открыть здесь мощную камеру. Модернизация абсолютно на всех этапах. Это основа любой системы менеджмента. Если раньше в цехах за каждым станком стояло 5 рабочих, то с современными комплексами справятся и двое. Благодаря японской программе на предприятии пересмотрели распорядок дня. Теперь здесь организованно работают в три смены. С утра проводят обязательные планерки. Для каждого специалиста устанавливают конкретный план. Если он не выполняется, то работник может лишиться премии. Такая жесткая дисциплина, уверенно на предприятии, необходима. Правда, пока на заводе в Маргаушском районе реализовали далеко не все ключи. Работа в этом направлении продолжается. Когда будет собрана вся цепочка, эксперты оценят, насколько эффективно здесь организован процесс. Необходимо набрать ровно 100 баллов. То есть за каждый подобранный ключ компании начисляют по 5 баллов. Это своеобразный экзамен, на котором все стремятся набрать только отличные оценки. Это идеальная компания, если считать 20 ключей. И как мы привыкли в школе, каждый максимальный балл по ключу 5 баллов. То идеальный вариант, идеальная компания получает 100 баллов. Компания, которая еще не пошла на этот путь, если она только собирается это делать, исходное состояние находится от 20 до 30 баллов. И значит, в течение первого года она может получить дополнительно 10-15 баллов. В течение еще двух лет она может дойти до уровня 65 баллов. И дальше, вот впереди, через 3-4 года, вот через 7-8 лет организация может подойти к уровню 80-85 баллов. Это уже достаточно высокий уровень в мировом рейтинге. Специалисты отмечают, главное преимущество этой программы заключается в том, что в работу по повышению эффективности предприятия повлекаются все его сотрудники. Лучшее предприятие не только в Японии, не только в Америке, но и в Европе и в других странах эффективно осваивает инструменты 20 ключей, которые позволяют учесть все аспекты в экономическом пространстве для того, чтобы увеличить свою производительность, сократить свои потери, обеспечить возможность рабочим эффективной работы, а чтобы они как раз обеспечили качество продукции потребителю точно и вовремя и качественно. Причем, отмечают специалисты, эта программа может составить серьезную конкуренцию в другой системе менеджмента – ИСО, но последний ответ – за директорами завода, которые сами должны осознать, насколько эффективны эти инструменты. ИСО 9000 – сегодня самый распространенный стандарт во всем мире, сегодня уже не является гарантией вашей эффективности в глобальном экономическом пространстве. Для того, чтобы сегодня быть конкурентоспособным и быть даже на шаг впереди остальных компаний, нужно владеть гораздо более эффективными инструментами, гораздо более тонкими инструментами. И к таким относятся сначала инструменты бережливого производства. Сегодня это 20 ключей японского предпринимателя, японского производственника Ивао Кабояси. Сегодня это уже QRM – Quick Response Manufacturing – инструмент, который позволяет как можно быстрее реализовывать качественный заказ потребителю. Если мы сегодня сможем показать на примере лучшего предприятия, что эти инструменты нужны, я думаю, что мы сможем обеспечить заказ любых наших предприятий и крупного, среднего, малого бизнеса, сможем обучить всем необходимым инструментам, сможем показать, как использование инструментов бережливого производства через 2-3 года увеличивает производительность в 2 раза. И эта система, уверены специалисты, все-таки станет востребованной. Компании, которые уже подобрали все ключи к успеху, вышли на мировые рынки сбыта. Правда, необходимо и удерживать эти позиции. В системе качества есть начало, но нет конца, говорят эксперты. И те, кто хочет достичь успеха, об этом не должны забывать. Условия производителям диктуют потребители, которые стремятся приобретать только качественную продукцию. Редактор субтитров А.Семкин